всем привет это я аленчик добро пожаловать на мой канал и кого бесит беспорядок в шкафу это видео для вас я уже одно видео про органайзеры про организацию вещей выпустила ссылка будет в описании а мы решили сделать ящички специальные для маечек чтобы они лежали по науке в шкафу поэтому сейчас мы будем делать с вами ящик без гвоздей но будет там два самореза но это не считается ящиков будем делать две штуки один мне один сережа делать будем из фанеры размер 50 на 40 и борта будет 13 сантиметров сразу на большом листе фанеры размечаем два ящика цельными кусками у нас получается всего лишь две заготовки отдельных деталей не будет и сейчас сережа распиливает фанеру с помощью лобзика но как видите он отступает от линии разметки от сантиметра до пяти миллиметров это нужно для того чтобы потом мы смогли с помощью фрезы выровнять края потому что лобзиком вы никогда ровно не сможете порезать без того чтобы не было сколов и так как мы обзавелись фрезеровальным аппаратом то сейчас мы прикрутили одну доску которая очень очень ровно ну прямо вырезана еще на производстве и сейчас помощью вот этой фрезы она называется копировальная будем ровнять края то есть выводить их по линии который серьезно рисовал но при этом у нас не будет сколов ну максимум какие-то зазубрины потом их можно будет снять наждачкой и получается что фанеру шаблон мы прикрутили по углам с помощью двух саморезов коротких так как получается углы нам потом не понадобится но вы увидите в контексте видео и сережа в несколько приемов стачивал ненужные отрезки фанеры пока одна сторона не становилась идеально ровная и получается на одной заготовки мы этот процесс повторяем четыре раза и соответственно мы четыре раза прикручиваем один и тот же кусок фанеры которая супер ровный и потом то же самое делаем со второй заготовкой для второго ящика и вот как выглядит полностью наша заготовка как видите ровненькие такие края и следующим процессом мы делаем с помощью отдельно фрезеровального аппарата на которой мы установили упор который упирается в стол мы делаем борта то есть от края до края по каждой стороне мы делаем такие выемки с помощью конусообразной фрезы и мы сначала на первой заготовке отступили всего лишь три миллиметра в глубину а надо было четыре чтобы остался всего лишь один миллиметр до нижней части коробки и по опыту мы поняли что лучше начинать фрезеровать от середины они самого начала иначе получается криво в общем сейчас вы видите все на экране как мы это делали как мы прошлись по всем четырем углам эту процедуру мы повторили на обеих коробочках и как видите получились вот такие вот пазы и как вы поняли нам нужно эту коробочку сложить и чтобы у нас это получилось нужно вырезать так сказать квадратики которые идут по всем четырем сторонам мы это делали с помощью обычного канцелярского ножа и вот эти угловые квадратики должны полностью отделиться от заготовки они нам не нужны зато мне останутся для каких-то подделок и после того как мы с ними закончим нам нужно будет подрезать наши борта таким образом чтобы остался один миллиметр до самого низа и когда мы подрежем все четыре стороны начинаем потихонечку складывать нашу заготовку и теперь послушайте только этот звук ну что ж первую заготовку мы сложили то есть они теперь сгибаются разгибаются все вот эти вот борта и для того чтобы собрать нашу коробочку без единого гвоздя мы будем использовать самый крепкий самый мощный клей мы его уже проверяли в других подделках это столярный клей пва его нужно жирным слоем нанести на все сгибы на все срезы и начать потихонечку собирать все это дело и для того чтобы она никуда вот эта коробочка не девалась и не разбегались углы мы решили временно зафиксировать все углы малярным скотчем и потом я взяла самую простую веревку по моему это даже остаток от шторы и мы ею получается обтянули весь ящик и создали максимальное напряжение чтобы все углы склеились и хорошо держались и как я говорила на втором ящике мы догадались сделать вот этот вот центральный прорез более глубоким и оставили всего лишь один миллиметр и соответственно буквально в пару движений отделились все вот эти боковые квадратики и вообще без единого напряжения сложилась коробочка то есть не было никаких проблем по поводу сборки и мы повторяем получается процедуру обмотки ниткой и чтобы вот эта вот веревка максимально хорошо стянула коробку нужно воспользоваться известным старым лайфхаком которые наверное знали еще индейцы берем такую шпажку и просто ее накручиваем до предела и чтобы она обратно не размоталась нужно зафиксировать ее малярным скотчем и вот кстати посмотрите как интересно скрутилась фанера по местам сгиба там где допустим был просто средства получился вот такой аккуратный стык который потом надо будет зашлифовать через два дня мы были уже уверены что все это дело склеилось поэтому снимаем скотч и веревку и несём так сказать эти коробки на обработку нам нужно закруглить все края все стыки и вот так выглядит обработанный край а сейчас нам нужно сделать перегородку для каждой коробочки они будут нам нужны для того чтобы у нас вещи не перемешивались в кашу-малашу и их размечаем по внутренним параметрам коробочек и дальше вот эти вот две перегородки мы вырезаем с помощью лобзика и чтобы перегородки не имели шансов крутиться вертеться смещаться куда-то вправо влево мы взяли единственный кусочек штапика который у меня был а был он всего лишь у меня в 40 сантиметров и мы его нарезали на 8 частей вот в принципе наши все заготовки но перед тем как собирать красить и так далее нужно все это дело зашкурить и зачистить в общем вооружившись сначала крупной наждачкой а потом помелче я все это дело зачистила очень важно все хорошо зачистить чтобы потом вещи не царапались у борта ящика зашлифовать нужно абсолютно все детали вплоть до штапиков то есть снимаем все 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 заусенцы и как видите у меня все хорошо получается после зашкуривания обязательно нужно не только смахнуть стружку но и протереть даже влажная тряпочка и все это дело и еще раз где нужно подшкурить где поднялся ворс там где у меня передние и задние борта я сейчас буду приклеивать вот эти кусочки штапиков перед этим я разметила сами центры бортов и получается что я приклеиваю сейчас штапики такой на жирный жирный слой клея и если фанеру я купила где-то 5 миллиметров толщину я сделал зазор между ними где-то 6 или 7 миллиметров чтобы идеально вставлялась эта перегородка то есть я хочу чтобы она была на всякий случай съемная вдруг она мне в один день не понадобится клей у меня хороший контактный то есть нужно было всего лишь хорошо прижать штапик и у меня было буквально пару секунд чтобы поровнять этот штапик и с помощью салфетки потереть лишний клей никакие зажимы никакие струбцины мне не понадобились то есть когда я все дело поровняла по перегородке ее нужно будет вынуть для покраски использовать я буду аква эмаль и причем я сначала начала красить перегородку в белый цвет и потом поняла что я так не хочу то есть у меня коробочка будет внутри белая а борта с внешней стороны и сама перегородка будут черные надеюсь вам понравится моя идея и сначала я кисточкой распределила всю краску а для того чтобы она ровненько легла я взяла уже вот такой вот валик небольшой и распределила краску чтобы она не была ни каплями не какими-то разводами в общем у меня все хорошо получилось и после того как краска белая чуть-чуть подсохла я взяла уже черную краску использую я черную масляно-вталевую эмаль обе краски идут по дереву ну а белая допустим сохнет очень быстро и не пахнет в доме вообще одно удовольствие с ней работать а черная наоборот сохнет и пахнет в общем все вот эти вот детали сохли у меня два дня и если вы думаете что на этом уже все то нет нам нужно сделать ручку почему-то мы решили это сделать в последнюю секунду и значит с помощью угловой фрезы мы пробовали сделать сначала один вариант у нас ничего не получилось мы хотели сделать т-образную форму ручки конечном итоге вот мы сделали такую форму более попроще китайский фрезерный станок мы до конца еще не освоили буквально недавно его купили в общем сейчас нарезаем вот эти ручки по 15 сантиметров их нужно будет немножко подшлифовать привести в порядок и я их не буду красить не буду ничего с ними делать мне показалось что они будут смотреться красиво на фоне черного поэтому с изнаночной стороны мы делаем разметку то есть я сделал две точки потом шила мы сделали такие проколы чтобы сверло так сказать не увело и после этого мы сначала делаем сверлом на три отверстия и потом сверлом чуть покрупнее мы делаем развальцевание по моему или как-то называется когда освобождается чуть место под шляпку ну чтобы все было вровень ну что ж осталось эти ручки просто прикрутить саморезом то есть это единственная самореза вообще во всей этой коробке ну и наконец-то вставить уже наши перегородки специальные пазы которые мы делали и вы не поверите мы делаем это первый раз то есть мы до сих пор ни разу не примеряли что и как стало все хорошо четко и значит давайте уже посмотрим куда мы их решили приладить и где они у нас будут мы решили поставить все таким образом чтобы было легко достать чтобы было видно что где лежит и у меня вот есть такой чудесный помощник который контролирует процесс сейчас я сложу все вещи по местам и получается что верхняя полка будет для мужа нижняя для меня ну потому что я чуть пониже и все вещи я сложу вертикальным способом и соответственно когда вы будете брать маечку другие не будут падать и держаться друг за друга или за борта ящиком в общем я надеюсь что эта идея вам понравилась понравился сам принцип изготовления ящика надеюсь вам нравится эта ручка не покрыта ничем потому что я до сих пор сомневаюсь красить ее в белый цвет допустим или в желтый или так оставить как есть ну в общем девчата и ребята я рассчитываю на ваш пальчик вверх и подписку на мой канал и жмите на колокольчик чтобы не пропускать мои следующие видео и я надеюсь вы подпишитесь на мой второй канал кто не подписан он называется аленкины самоделки лайф я буду очень рада вас там видеть на втором канале так что давайте там общаться и я желаю вам всего самого-самого хорошего желать вам счастья любви и здоровья с вами была я аленчик до новых встреч и пока что Субтитры создавал DimaTorzok